покрыл с одной стороны доски антисептиком вот такой непонятный не то черный не то зеленый цвет получился он насыщенный помните песочницу красил вообще ничего не было видно а вот тут вот такой мощный цвет также вот гайковерт взял потом купил в кедре шайбы и глухари вот такие буду крепить их как вот забору буду просверливать доску и пробовать крепить ну и немножко начну делать забор посмотри как будет получаться тоже покажу и Ну вот как-то так у меня получается, вот столько сделали с Максимчиком. Решил сделать в одну доску, сращивать их и дальше поделать. Нормально плотненько буду делать так более-менее будет вот все на этих глухари. Закручиваю, крепко держится. Подтянуть снизу он тоже все четко. На улице жарко, на градусов уже 27-25. Машина заведена, кондиционер работает. Хоть по-прихладнее становится. Сегодня скорее всего уже не приеду в сад. Там другими делами буду заниматься. Сейчас пойдем домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 хватит, еще досочки усохнутся побольше щели будут, а пока вот так а тут в конце может небольшую планочку сделать либо ничего не буду а так все, в принципе, неплохо вот, Арлина сказала только вот эту доску заменить и вот эту заменить но я так-то, я похуже, наоборот даже сюда хотел ладно, заменю, не сложно решил делать сяди на саморезы потому что столбы же все равно шатаются немножко так вот это гвозди буду колотить, как бы все будет вот так играть, а с саморезиками раз, раз, да и быстренько закручиваю шуруповертиком вот так вот, пока такой сбор сейчас стакал вот так это отсюда правильно, сейчас, войдет сейчас, потом намажешь чем-нибудь его краску-то может сварюдок, я уже купил пигментокрасичный можно все покрасить вот доски начали уже, видите цвет меняет, плесень появляется надо быстрее делать, чтобы быстрее сохли хотя бы надо достать из домика видно, все равно я плотно там наложил их плохо продуваю от их которые поверху были, там лежали видите, они лучше, а чем ниже опускают среды, тем хуже доска была сырая причем очень сырая вся в песке, в опиле в снегу ну ладно, сейчас домой пойдем Макс будет спать отдыхать, часиков несколько а так, комары, кстати, появились вот это уже кусаются вон, Максика на голове прям кусает Макс, кстати, комар кусает оп, все, улетел да, комарики Алина с мамой пололи грядки эти, которые обработаны и отпилены, я сюда сложил под крышу потому что потом буду продолжать ну все, все, сейчас Макс поедем домой я снова приехал на дачный участок Алина с Максимом дома у Максима сейчас дневной сон сейчас один уже, стал он так вот Максик отдыхает, спит после утрешних всех впечатлений ну а я буду делать, вот забор продолжать потом я все это срежу, как надо мне пока вот так вот все делаю досочки неровно, где-то земля неровно взял еще гайковерт вот, чтобы эти вдруг если много сделаю, чтобы продолжить например шуруповерт вон там заряжается сейчас давайте покажу что сегодня Алина с мамой пололи вот получается вот тут, тут у нас зелень там мандучок на зелень тут еще какие-то культуры там укроп, вот что-то такое салат а тут вот получается после выходных даже как это не после выходных несколько дней прошло и снова все зарастает второе, конечно, прилично на картошке вообще очень много пока она еще не видно но уже начинает сходить я садил, конечно, поглубже ее чтобы этих зеленцов-то не было вот так оно вот скоро должно сходить уже потом все окучим будет нормально пока вот так все выглядит у Алины сегодня день рождения вот вечером, скорее всего шурчок приготовим если дождя не будет по прогнозу возможен дождь но я сейчас буду досочки сюда носить чистить их там вот коры отопило подготавливать потом сразу пачечками раз-раз туда и приделывать вот сейчас приступлю подготовил вот такое количество досок в принципе немало их тут вот это все, что я достал туда вот они все немножко отличаются там разной длиной где-то немножко геометрия играет туда-сюда а пилки, кстати, убрал вот этой как плесени это меньше стало может на солнце выгорит и потом еще когда покрою все так вообще будет чистенько ну вот мусора тоже опять прилично образуется тут ну потом граблями все соберу ведро уберу и все сношу ну а сейчас пойду эти доски монтировать уже к забору и Продолжение следует... 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 А так вот такой забор сиреней за сутки не повяли, может и приживутся. Так, кстати, она не такая прихотливая, а так заборчик стоит, все нормально. Сирени разрастутся, будет вообще красиво. Ну а там почти ничего не видно, оставил небольшой, как вот воздушный такой подсвоечку, чтобы ветром-то когда будет дуть, сильно не давило на столбики. Ну и буду наблюдать, конечно, надеюсь, все будет хорошо. Сейчас я проверял, столбики нисколько не ушли, все по уровню вертикально стоит. Тут вот этот водичка-тропинку себе такую сделала, ручеечек, вот она уходит. Ну а столбики все нормально стоят. Доски, конечно, да, местами уже это начали плесневеть, но сейчас они обсохнут, все нормально будет. Вот, кстати, ночью еще сегодня мне снилось, то, что мойкой высокого давления я стою их, отмываю. Не знаю, делать так, не делать. То, что, вот видите, как бы эту плесень-то вымываю. Она как, внутри уже это синевая или что вот такое. А так доски я все вот старался протереть, это пило. Кору снял, достаточно чистая. Ну сейчас вот размечу, попробую циркуляркой отпилить. ПОДПИСЫВАЙТЕРКИ Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Доделал вот эту часть забора, все отпилил. Достаточно ровно получилось. В принципе, вот когда сейчас подпилено все, мне очень нравится результат. Красиво все закрыто. Кстати, я даже сейчас его шатал, он стал устойчивый. Вот как бы немножко гуляют, но все равно устойчивый он уже. Получается может то, что короче, может уже этот щебень уплотняется. Ну и доски сохнут, становится легче. Сейчас уже не будут так вот гнить-то. Еще потом останется покрасить. Ну вот так вот у меня по ровности получилось. В принципе, неплохо. Вот эту доску я начал бензопилой. Мне не понравилось. Ножовкой брал вот эти заусеницы. Очень неровно, хотя я старался держать крепко. А дисковой пилой более-менее. Вот досочки даже все вот сюда падали. А, кстати, вот это я еще откручу. Получается, сейчас доски между собой тут все держатся. Эти штучки уже не нужны. И тоже, как мне кажется, внешний вид станет еще лучше. Ну вот как-то вот так. В принципе, неплохо. Вот забор. Первая часть готова. Вторую часть, она меньше. Тут всего-то метров шесть, наверное, на пять. У шесть, давайте так скажем. Также к этому столпу надо только приваривать вот эти штучки, где, чтобы можно было зацепиться, как ваги-то деревянные. И калитку надо делать еще. Калитку тоже пока не знаю, как делать. Сверху я также хочу сделать вот эти досочки. И можно даже по этому профлистовым закрыть. Ну, либо не закрывать. Может, эта краска-то будет, которая я надеюсь, что все-таки сварю. Хорошая. Вот надо щебень откидывать. Получается, вот тут столбик пойдет. Я ворота ничего не буду делать. Можно себе даже не описать. Вот там. Ничего я это не буду делать. Тут у нас детская площадка будет. Купим к осени все. Нам надо, как-то, качельку, там, горку, вот что-нибудь такое. Вот так Макс играют. Писали же в комментариях, что Макс там не играют. Нет. Когда вот соседи, соседские ребятки приходят, они вместе в песочнице играют. Вот, пускай уже меньше, видите, становится. Все-таки играют. И вот у Макс еще две сиренки посадили мы. Ну, так вот. Заборчик вообще хорош. Мне нравится. Вот. Ну, вот, конечно, покрасить. Ну, пусть пока доски сохнут. Сейчас вот все прибираемся. Вот тут у меня эти щипа, как не щипают, доски-то делал. Надо до конца еще все доски перебрать, почистить их, как вот эти. Вот, видите, они там лежат и портятся. Вот, хотя бы на улице сложить, может, травяник уже без коры, без всего пусть сохнут. Потому что щипень-то надо кидать, но это не быстро. Ну, сейчас я вот это все сношу в ведре, сложу в дровяник. И можно попробовать даже начать оббивать дровяник. Кстати, дровяник обобью, все покрашу, можно немножко обратно сдвинуть. Можно и не двигать. Вот так вот все получилось. Я доволен. Все-таки хоть что-то вот уже сдвинулся, сдвинулась третьеста. Ладно, сейчас буду прибираться. С Алиной сейчас поприбирались на участке. Вот всякие досочки, кусочки древесины. Все собрали. Еще, конечно, длинные там эти. Ну, вот так темпо там. Вот, а я заборчик этот разобрал. Забор у меня получается, сейчас уже не забор, а дровяник. Вот, сделал эту сторону и вот эту длинную из трех кусочков. В принципе, нормально получилось. То есть, сразу вид тоже становится лучше. О, как дальняя часть вот этой сетки, клетки готова. Туда вот дровски сложили. Пусть они там сохнут, обдуваются. Со всей вот этой, со всего участка, чтобы были меня нашли. Оттуда все собрали. Сейчас буду вот эту сторону зашивать. Одел специально сапоги, взял камеру, поставлю. Буду длинными зашивать, потом раз, ножовкой их отрежу. Начаться. Конструкция становится жестче. Уже меньше штатся. Зверку я прибил. Вот тут осы летают. О, как бы не укусило. Вот, смотрите, у вас их. О, три штуки. Они это, агрессивные очень такие насекомые. Чуть что-то не по ним, они сразу атакуют. Я вот помню, по пять штук укусит, когда... Хотя, вроде бы, только их задел случайно. Ну, ладно, сейчас тогда. А, все делаю на гвозди. Обычные, остальные. Но, три на 70. Такие гвозди. У меня три пакета было куплено, вот, на все это время. Вот еще приличные. Еще в прошлом году покупал, когда вот этот домик хотел устроить. Вот. Сейчас эти желтые доски буду использовать. Ну, давайте приступим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 алина с мамой доделывается это кстати небо хмурится посмотрите какой облаках еще мощная сейчас тут уже домой пойдем там продолжу